Fallout 4, Bionic Commando, Crестный Отец 2, а также Виртуальная Камасутра. Делайте это в дороге. Самые пагубные привычки виртуального мира. Это и многое другое. Смотрите виртуалити. Привет, меня зовут Макс Васильев, и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждет только самая новая и интересная информация из мира видео, игры, компьютерных развлечений. Оказывается, у России, Мексики, Бразилии, Китая и Индии есть что-то общее. И это что-то приставка Zeebo. Разработчики-пророчики великое будущее в этих странах. Основной ее плюс – дешевизна игр, которые будут продаваться по цене пиратских. Видимо, только из-за этого наша страна попала в этот странный список. Что еще любопытного произошло в мире видеоигр в новостях. Американский рэпер и киноактер Уилл Смит настолько вдохновился постапокалиптической серии игр Fallout, что решился на продюсирование четвертой части игры. Мне очень нравятся эти особые фишки первых частей Fallout'а. «У игры свое лицо. Я очень хочу как-то присоединиться к созданию новой игры в этой вселенной», заявил он в одном интервью. Ну что ж, инопланетяне в Fallout'е уже были. Надеемся, в новой части появится братство людей в черном. А дикие гули будут исполнять отменный рыбак под аккомпанемент бромин. Вы и ни ко мне не удивлялись, почему такие красотки, как Николь Кидман или Лиф Тайлер, с упоением играют в Nintendo DS? Во что это они там так увлеченно рубятся? Неужели в покемонов? Нет. Ответ всплыл совсем недавно. Оказывается, на эту детскую платформу выпущена вполне себе взрослая Камасутра. Да-да, та самая, где дяденька и тетенька делают всякие интересные штучки. Сенсорный дисплей DS идеально подходит для нащупывания эрогенных зон партнера, а встроенный микрофон позволяет шептать слова любви. Мультиплеер приветствуется, и желательно разнополый. Ведь страшно подумать, что будет, если виртуальную Камасутру еще и на ВИ перенесут. Хотя, наверное, забавно будет наблюдать за какой-нибудь парочкой с контроллерами в руках, которая выполняет немыслимые гимнастические упражнения. Мда. Но от приятного переходим к полезному. Мы продолжаем заполнять пробелы в геймерских знаниях. Интеллект. Расскажи нам, что такое пасхалка. Термин «пасхальное яйцо» или «пасхалка» в компьютерных и видеоиграх обозначает скрытые послания от разработчиков. А возник он благодаря стараниям нашего соотечественника Фаберже и его знаменитых яиц. Они представляли собой подарочные шкатулки в виде скорлупки, внутри которой скрывался подарок, приуроченный к празднику Пасхи. Первой видеоигрой, в которой обнаружились пасхалки, стал сборник Atari Adventure 1979 года. В нем было запретано имя программиста Уоррена Робинетта. С тех пор пасхальные яйца встречаются практически в каждой игре, но порой скрыто так, что найти их бывает довольно сложно. Ими могут быть и новые персонажи, и секретные уровни, и скрытые концовки, и необычные костюмы героев. Одной из самых знаменитых пасхалок является Допфиш. Огромная зеленая рыбина с двумя смешными передними зубами, которая засветилась более чем в 30 играх. Включая такие хиты, как Quake и Max Payne. В общем, с наступающим праздником Пасхи всех вас, и дарите друг другу яйца. Сюрприз. А есть игры, в которых пасхалки ну вообще не нужны. Когда на экране видишь поющие грибы, синих слоников, инопланетных глазастых зеленых тварей, нет времени на поиск каких-то сюрпризов от разработчиков. Все это и так, один большой вау для мозга. При просмотре следующего сюжета он вам, кстати, не понадобится. Сенсация! Оказывается, в 1942 году на СССР напали марсиане. Высадили, значит, поганцы в Сибири, и принялись то ли там нефть из воды выкачивать, то ли засеивать нашу целину непонятным синим Тиберием. Короче, безобразничали по полной программе. Вот так, по идее разработчиков из студии Dreamlord, выглядело это инопланетное вторжение в стратегии «Сталин против марсиан». Идея игры сместилась там с небес. Ну, мы так считаем, по крайней мере. Вообще, крайне сложно ответить на вопрос, как вообще это пришло в голову. Оно просто пришло. Ну, вот, не больше, не меньше. «Сталин против марсиан» — это игра, в общем-то, направленная на то, чтобы игроку было весело. А весело будет. Хотя бы от того, как в игре представлены воюющие стороны. Абсолютно психоделические марсиане в виде разноцветных капель, синих слоников и зелёных трёхглазиков. Ну, настоящие очаровышки. Марсиане в игре напоминают существ из игр компании «Нинтендо». То есть такие вот покемонообразные существа совершенно, весёлые, мультяшные, и против них, вдруг, реальные такие советские танки. Плюс марсиане, ну, зачастую являются пародией на целый ряд там существ. То есть, в частности, у нас есть такие неэллюзорные какодемоны. И у нас есть, там, жаба-гипнотизёр. Она, правда, не гипнотизирует, но, в общем, смысл примерно такой. Но играть вы, конечно, будете за войска советские. В вашем распоряжении будет «Бравая пехота», «Танки», «Катюши» и даже супер-юнит «Товарищ Сталин» собственной персоной. Можно играть Сталином, то есть вот прям вот буквально самим вот товарищем Сталином. Но единственное, что это будет ближе к самому-самому концу игры. Да, это будет юнит громадный. Просто он в 20 раз выше любого другого юнита. Он просто может растоптать под любой танк. Он суперсилён, то есть победит Сталина, но это, как в реальной жизни, это просто невозможно. Да и не надо его побеждать. Наоборот, он будет всех побеждать. Ведь именно такой у игры сюжет. Или не такой. Что-то мы запутались. Какой-то сюжет. Честно говоря, абсолютно неважно, какой в игре Сталин против Марсиан сюжет. Потому что после игры Сталин против Марсиан ещё и сюжет. То есть, ну это вообще. Так что я надеюсь, что вы уже определили для себя. Будете вы в это играть или нет. Далее в виртуалити. Бионик Командо. Крёстный отец 2. Флок. А также. Вархаммер онлайн ждёт новичков. И самые пагубные привычки виртуального мира. Это виртуалити. Мы вернулись. Наступила весна. Разработчики, по всей видимости, оттаяли. И принялись просто закидывать нас различными анонсами. Так, Ubisoft открыла сайт игры Assassin's Creed 2. На котором можно найти первое видео. Интеллект, давай смотреть. Да, содержательное видео. Единственное, за что можно зацепиться, так это за изображение Леонардо да Винчи. И отсюда предположить, что действие игры развернётся в Европе в 14-м или 15-м веке. А лучше всего подождать новой инфы от юбиков и порубиться в уже вышедшие игры. Думай как Дон, поступай как Гопник. Таковая мораль второй части игры по мотивам фильма «Крёстный отец». В Godfather 2 геймер примерит на себя шкуру головаря мафии. Начиная играть, он развивает и укрепляет семью, создаёт целый преступный синдикат и опутывает весь город своими криминальными щупальцами. В игре даже существует специальный режим Дона, в котором хорошо видно, какому мафиозному клану принадлежат те или иные городские объекты, с кем надо дружить, а с кем вступить в непримиримую борьбу. В подчинении у Дона оказывается целая армия головорезов, которая не гнушается рэкеток, раш, грабежей, погромов и устранения конкурентов. Знаменитые рукопашные схватки, которыми славилась первая часть, стали ещё круче. Теперь, измордовав очередного подельника, не стоит извиняться, всего лишь скажи ему. Ничего личного, просто бизнес. Внимание, жители Земли! Уймите ваших овец, а также кур, коз, свиней. Это не шутка, с вами говорят инопланетяне. Вы совсем не следите за своими домашними животными. Мы вынуждены принять меры. Загоните ваших распоясавшихся овечек в стойло, или это за вас сделаем мы. И ведь сделают. В новой аркадной головоломке Флок шустрые летающие тарелочки с помощью специальных светящихся лучиков проведут их по большим зелёным уровням в загончики. Также овечками можно манипулировать с помощью различных заборчиков, оградочек и других гламурненьких розовеньких овечечек. Ну и теперь понятно, кто рисует эти загадочные кружочечки на полях. А игра, кстати, вышла на компьютере и консолях. И, кстати, да, всё-таки следите за своими овечками. Ну вот чему учит эта игра? Как чему? По рабощению мира? Или ведению сельского хозяйства? Да ничему она не учит. И это, кстати, неплохо. Некоторые игры и герои, наоборот, могут научить неопытных геймеров тому, от чего трудно избавиться, а порой даже невозможно. Мы представляем вам великолепную пятёрку вредных привычек компьютерных героев. На пятом месте нашего хит-парада вредных привычек компьютерных героев страсть к азартным играм. А где самые-пресамые азартные игры? Ну, конечно, в Вегасе. Куда, собственно, и направился главный герой экшена This is Vegas. Зелёное сукно, однорукие бандиты, блэкджек, рулетка, доступные женщины, быстрые автомобили. Всё это вскружило голову, и герой совсем забыл об осторожности. А ведь азартные игры — это ещё и крупные барыши. А где барыши, там и те, кто желает ими поживиться. Надо всегда быть на чеку и суметь отстоять свой выигрыш. А то не только без денег, да и без башки останешься. Короче, от азартных игр ничего хорошего, только нервы быстрее садятся, да и волосы раньше сидеют. Геймеры, не играйте на деньги. Даже на очень большие. На ооочень большие. А то... Пятое место. В принципе, ругнуться крепким словцом — дело не страшное. Ну, один там раз, два, может быть, даже три. Но когда два здоровых мужика и развратные стрифтизёрши из игры «Хаос оф зе дэд ооо килл» матерятся на чём свет стоит, употребляя такие слова, как или вот и даже это уж, извините, ни в какие ворота. Вот уж на что зомбики — народ спокойный. А даже они не выдержали такого безудержного сквернословия и ринулись успокаивать бронящуюся троицу. Но, правда, своими методами. Но такая бронь, конечно, кого хуже доведёт. Так ведь и не уять этих матершинников. Ругаются на каждом шагу. Ай-яй-яй, взрослые люди. Вами же могут управлять дети. Да что там говорить? Безудержное сквернословие на четвёртом месте нашего хит-парада. Solid Snake из серии Metal Gear Solid очень любил курить. Но это понятно, работа непростая. Убить кого-то надо, а то и, глядишь, самого заварят. Вот и снимал он нервное напряжение, смоля одну за другой крепкие сигареты марки BOSS. Ну и докурился до того, что состарился. А дряхой чуть было не провалил задание. Сигареты убивали его быстрее, чем пули врагов и удары судьбы. Он страшно кашлял, падал и полз к намеченной цели, но курить не бросал. Так он и загнулся бы от этих никотиновых палочек, если бы не постоянной инъекцией нано-машин. Дети, не курите, а то станете старыми, немощными и кряхтящими, как Solid Snake, и будут вам колоть всякую гадость. Курение — вредная привычка игровых персонажей номер три. Пьянство до добра не доводит. Эту известную истину подтверждает почти все пьющие герои GTA 4. Ника Белич, едва приехав в Америку, надирается в доску со своим двоюродным братом Романом. И вот результат — полицейские погони, лишение прав, проблемы с работой. А Роман тоже хорош. Приехал встречать брата на веселе, да еще и догнался шампанским. Ну и по делам ему. Строгий начальник Влад орет на нерадиового алкаша, а албанское общество трезвости объявляет ему бой. Ну а этот Влад, тот еще килдырь, конечно. Надирается в баре прямо перед своими подчиненными. Ну и, само собой, тоже плохо кончает. Алкоголь вообще до добра не доводит. Потери памяти, здоровья и денег, беспорядочные половые связи, и это еще далеко не полный список. Геймеры, опасайтесь алкоголизма. Он ваш враг, и поэтому находится на втором месте. Хит-форад. Ну а на первом месте самый страшный порог виртуальных героев — наркомания. Единожды попробовав эту дрянь из грязного шприца, человек рискует навсегда потеряться для общества. Так и произошло с Джеком в игре Биашу. Едва он вколол себе какую-то гадость, как его жизнь изменилась. То ему мерещились какие-то девочки, то на него внезапно нападали люди в масках или летающие роботы. Иногда ему слышались странные голоса, а порой ему казалось, что из рук у него вылетают молнии или даже ледяные стрелы. Бедный наркоман настолько пристрастился к адскому зелью, что собирал шприцы с трупов убитых им жителей города Восторг и рыскал в поисках новой дозы по затопленной канализации, всячески морально и физически разлагаясь. Ни в коем случае не повторяйте его ошибок, ибо наркомания — это самая страшная и пагубная привычка, всегда приводящая к смерти. Далее в виртуалити. Бионик Команда. Ап. А также стань настоящим воякой в онлайновых играх. Это виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Приятная новость для всех обладателей консолей Vii. Теперь, кроме накачивания ягодиц на Vii Fit и игры в теннис, вы сможете нехило побояться. Великий и ужасный Silent Hill появится на этой семейной консоли. Правда, пока точной даты выхода нет. Каких еще проектов стоит ждать в новостях. Кто он? Этим вопросом задавались геймеры в далеком 1987 году, играя в Бионик Команда — простенький аркадный платформер. В 2009 этот мужик возвращается в одноименном ремейке для консолей и PC, а геймеры продолжают недоумевать. Но кто это? Что мы о нем знаем? Он скачет по полуразрушенным городам, цепляясь своей выдвижной биорукой за всякие поверхности, как Человек-паук-паутинкой. Далее он стреляет во врагов из-за всяческих ружей, потом может этих же врагов огулять своей волшебной ручонкой, и, наконец, он скачет с помощью этой чудо-руки по стенам. А, нет, это я уже говорил. В общем, собственно говоря, это все, что мы про него знаем. Познакомиться поближе с таинственным мужчиной можно будет уже в мае. Руку, руку, руку убери, я сказал! Вот так. Афтернун Старичок-пенсионер и мальчишка-пионер на воздушных нышарах растворились в небесах. Примерно такие плохие стихи можно придумать, наблюдая за проделками этой парочки персонажей в забавном мультике «Ап» и одноименной игре по его мотивам. А-а-а! Во время полета что-то пошло не так, и дом с воздушными шариками, на котором они летели, совершил немягкую посадку. А-а-а! Вот и приходится старичку и парнишке ловить птичек, убегать от змеек и прыгать по скалам. Занятие не только недостойное, но и неблагодарное. А-а-а! Дело в том, что графика в игре — ровесница того самого старичка и вряд ли порадует современников-парнишки-скаута. Проект выходит в мае. Смотрите, не пропустите. Мультфильм. Упс. Ну а игра? Игра, честно говоря, не стоит даже воздуха из этих самых шариков. А-а-а! А сейчас пришло время настоящих игр, в которых нет ни старикашек, ни бойскаутов, а есть только беспощадные войны. Мы продолжаем курс лекции по выживанию в мире Вархаммер Онлайн. Вархаммер Онлайн — это прежде всего что? Не слышу! Это ролевая игра неучи. А что является самым полезным качеством главного героя РПГ? Правильно. Умение таскать на своем горбу кучу барахла. Никогда не знаю, что может пригодиться в бою. Вархаммер Онлайн — это роль. Солдат всегда найдет, чем его наполнить. В первую очередь озаботьтесь собственной амуницией. Каждая раса и даже каждый класс пользуется своими уникальными видами оружия и доспехов. Так что если вы избрали путь тупого гоблина, то не пытайтесь вооружить своего персонажа посохом мага. Не дай бог покалечитесь. Наши отцы и основатели советуют одеваться согласно карьере. Вот, например, убийцы орков носят безумно тяжелые наколенники, массивные пояса и ремни, тяжелые браслеты. Все это в сочетании с рыжими бородами, мощными ракезами, двуручными топорами и множеством гномских татуировок. Снарягу здесь покупают у торговцев или снимают с трупов падших врагов. Завалили какого-нибудь косорылого разбойника, не побрезгуйте порыться в его вещичках. Щелкните подохлику правой кнопкой мышки. Если у бедолаги с собой было что-нибудь кроме пригоршней медиков, все это достанется вам. Легальный и менее жесткий способ получить новые шмотки — это торговля. Персонаж барыга всегда помечен специальной иконкой в виде кошелька. Эти спекулянты нужны еще и потому, что они умеют чинить вооружение. Зачастую найденный на поле битвы меч находится в убитом состоянии. Обратитесь к торговцу. За 10 медиков этот крохобор вернет предметы его первоначальное состояние. Здесь же можно продать ненужные или неподходящие вам предметы. Экипировка персонажа — дело нехитрое. Вот в таком окне вы распределяете имеющиеся шмотки по нужным слотам. Штаны на голову не наденешь, поэтому для каждого предмета свое место. Просто перетаскивайте их из рюкзака и все. Оружие и доспехи бывают разного качества. Все дополнительные бонусы, которые вам дает предмет, можно увидеть, если навести на него мышку. И помните, бойцы, любой герой мира Вархаммер всегда стремится обеспечить себе лучшее снаряжение. Вот как, по мнению одного из наших отцов-основателей, должен выглядеть уважаемый рыцарь. У них много тяжелой брони, чтобы противостоять урону. Их шлемы выглядят фантастически. Они выполнены в форме солнца, и такие же эмблемы расположены по всей одежде. Им нравятся солнечные цвета — желтые, красные, белые. Они должны быть яркими. А вот вы пока выглядите, как стадо галадранцев. Так вот что вам. Домашнее задание — обеспечить себя лучшим оружием и одеждой. Увижу, у кого на следующем занятии низкоуровневый меч, заставлю чистить загон с дикими кабанами. Кругом, арш! На сегодня все. Смотрите на следующей неделе в Виртуалити. У каждого настоящего геймера должен быть свой собственный руль от Порше. Спеть с мировыми звездами в душе вполне реально. Обзор демки «Деми год» и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стэндбай. Субтитры создавал DimaTorzok